Дорогие друзья! Они совершают выступать только женщин-солистов, работают с ним только женщины-дирижеры, и мало этого, основу репертуара коллектива, надо признать, репертуара не слишком обширного, тоже составляют произведения композиторов-женщин, а среди них непременно значится практически во всех программах фамилия нашей героини – Клара Вик, она же Клара Шуман. Сегодня мы попробуем с помощью весьма обширных материалов исторических и особенно музыкальных звучащих документов эпохи и жизни разобраться, кто же она такая – Клара Вик или Клара Шуман? Переходящая знамя феминизма, строгая тетушка из Лейпцига, муза, вдохновительница, а может быть еще и создательница музыкальных сокровищ, которые имеет смысл просто послушать. 13 января 1833 года в дневнике 13-летней девчонке по имени Клара появляется запись, достаточно необычная. Я начала сочинять концерт. В октябре дневник сообщает, что фортепианный концерт уже закончен, теперь Клара рассчитывает на то, что Шуман ей его оркеструет, сама она еще не может этого сделать, и когда будет готова партитура, она сможет его исполнять в своих концертах, которых у нее уже достаточно, уже много, где хотят ее слушать. На самом деле это только треть будущего сочинения, финал, или как тогда он назывался концерт-зац, отдельная концертная часть, будущий седьмой опус Клары Вик. Когда Кларе исполнится уже 16 лет, в ноябре 1835 года, ее ля-минорный фортепианный концерт будет впервые исполнен в Лайпциге, в Геванхаусе, знаменитым Геванхаус-оркестром. И это будет уже законченная партитура из трех частей в первой и очень развитая партия оркестра, которую Клара напишет сама, и необыкновенно виртуозная, со всеми доблестями и прелестями, на которые она была способна в 16 лет, партия рояля. Во второй части рояль будет вести ночной диалог, тихий такой камерный, с одной-единственной виолончелью в оркестре. Весь остальной оркестр будет сидеть, молчать и зачарованно все это слушать. Финал останется тот же, так в шумановской оркестровке он и войдет в историю. И этой премьерой будет дирижировать никто иной, как Феликс Мендельсон Бартольди. Кроме того, в тот же самый вечер впервые в Геванхаусе по инициативе Мендельсона прозвучит в исполнении его самого, Клары Вик и еще одного пианиста, концерт Йохана Себастьяна Баха для трех клавиров. Ну, впервые это сильно сказано, на самом деле, примерно через 100 лет после своего рождения, но для тех людей это абсолютная мировая премьера. Таким образом, ля-минорный концерт Клары Вик, 7-й опус, сразу попал в очень хорошую компанию при рождении. Эту музыку слышали далеко не только в Геванхаусе. И далеко не один раз. Дело в том, что уже тогда география гастролей и концертов Клары Вик в ее 16-17 лет была невероятно широка. Как и потом. Вся Европа. Она выступала при Дрезденском королевском дворе в Саксонии, в Париже, в Вене, в Лондоне, в Санкт-Петербурге. И все, кто хотели купить билеты на ее концерт, да что там хотели? Просто рвались, чтобы успеть, чтобы им эти билеты достались. Они меньше всего воспринимали ее как чудо в коротких штанишках. Они видели в ней взрослую пианистку, которая способна удерживать на себе внимание зала с абсолютно серьезной и взрослой музыкой, без всяких скидок на возраст и очарование юности. Но скидок на возраст и очарование юности Кларе Вик никто не давал и в другой истории. Значительно более серьезной, значительно менее приятной и пришедшейся как раз в точности на пик ее большой европейской концертной деятельности. Многим людям приходится в силу разных причин через суд разводиться, браки расторгать. Но практически нет такого второго человека, в истории музыки точно нет такой второй фигуры после Клары Вик, кому пришлось бы через суд брак заключать. Вот Клара Вик официально вышла замуж по суду, о чем имеется судебное решение и все документы, аккуратно хранящиеся в лейпцигских судебных архивах. Покуда Кларе не исполнился 21 год, она не достигла гражданского совершеннолетия, ее отец имел право не допустить ее брака с тем самым Шуманом, который оркестровал ей будущий финал ее фортепианного концерта. Когда ему стало известно, что Клара ответила на предложение Роберта «да», папа не просто сказал «нет», не просто отказал Шуману, который, в общем, вовсе не к нему обращался, с предложением руки и сердца, а к самой Кларе, уже достаточно взрослой и самостоятельной девушке. Папа сказал, что он костьми ляжет, но брака этого не допустят, и что они могут идти под венец только через его труп. Такие споры решаются в суде. И тяжба, которая шла между Фридрихом Виком и Робертом Шуманом, заняла довольно много времени. В итоге Фридрих Вик проиграл, о чем имеется не только судебный документ, но и музыкальный, который, может быть, даже гораздо реальнее все это подтверждает. Когда решение уже было вынесено, Клара и Роберт свободны, они могут идти заключать свой брак, и Клара Вик может стать Кларой Шуман. Нужно было еще выждать 10 дней, чтобы посмотреть, будет ли проигравшая сторона, то есть родной отец, апеллировать, подавать новую жалобу на пересмотр этого дела. И вот в два дня из этих 10 томительного и таинственного ожидания 11 и 12 июля 1840 года в Лейпциге Роберт Шуман пишет цикл песен, который называется «Фауэн Лейбэн Лейбэн» «Любовь и жизнь женщины» на слова Адельбера Шемиссо. Там повествование идет от лица женщины, которая видит в своем избраннике, в своем возлюбленном, дальше, муже, весь смысл своей жизни, самое главное ее содержание – свет в окошке. Но если поменять местами, просто взять и поменять местами местоимения, он и она, то получаются напрямую высказанные от сердца Роберта Шумана настоящие его чувства в тот момент. Вот как звучит этот документ. Я не могу не понять этого, не поверить в это. Наверное, мечта свела меня с ума. Как это так? Среди всех он меня одну, бедную, выбрал, осчастливил и возвысил. Так в песне у Шумана. А в жизни? Дело было решено только к 1 августа. Десяти дней ожидания не хватило. И как было решено? Со встречным иском, по которому Лейпцигский суд присудил Фридриху Вику 18 дней тюрьмы за клевету на Роберта Шумана. Каково все это? После того, как человек полжизни вложил в Кларину пианистическую карьеру, столько опыта, бессонных ночей, труда. Ну и, естественно, потом я тебя прокляну, я не пущу тебя в дом, когда ты придешь и будешь валяться у меня в ногах со своими детьми, голодной. В общем, очень обидно. У Фридриха Вика, откровенно говоря, были все основания. Больше, чем достаточные основания опасаться за судьбу, не только творческую, не только пианистическую, но и человеческую судьбу своей дочери, если она выйдет замуж за Роберта Шумана. Неуравновешенный характер, увлекающаяся натура. Там же в доме у Фридриха Вика у Шумана была какая-то интрижка со служанкой. И, в общем, все то, что потом говорилось на судебном процессе, это не было просто злословие. Это были нормальные человеческие опасения и человеческая забота. Другое дело, что все в этой истории правы. И Фридрих Вик прав. Может быть, больше всех. Но потому теперь в этой истории уже ничего и не поправишь. Тот день, когда наша героиня, 21-летняя Клара, все-таки вышла замуж за Роберта Шумана, когда состоялось их бракосочетание, это день, который проводит в жизни очень четкую черту. И черта эта делит жизнь на до и после. Причем вернуться вот в то, что было до, уже совершенно невозможно. Это абсолютно исключено. Хорошо, если Клара в этот день представляла себе, какой тяжести камень она в действительности повесила себе на шею. У них с Робертом Шуманом будет 8 человек детей, из которых добрую половину матери предстоит пережить, уже не говоря о муже. Кроме того, это первый и, к сожалению, не последний случай в жизни этой женщины, когда она поставлена перед жестким выбором и вынуждена решать в ситуации, которая называется «оба хуже». Это не выбор между двух зол, когда нужно выбрать меньшее. Это выбор из двух утрат, которые в действительности одинаково тяжелы, и нужно выбрать, с чем расстаться. После этого бракосочетания с собственным отцом, к тому же учителем, самым близким родным человеком, Фридрихом Виком, уже никакой нормальный человеческий контакт для нее невозможен. Это ее выбор. Когда Клара была беременна уже четвертым ребенком, примерно в эти же сроки, возникает ее соль-минорное фортепианное трио. Музыка, по всей видимости, наиболее точно отражающая характер автора. С чисто человеческой стороны, может быть, с чисто женской стороны. Но ни в какой степени не соответствующая ее виртуозным возможностям, как пианистке, ее темпераменту, ее мощи. Она написана так кротко, так нежно, мягко, почти что по-домашнему, что очень трудно поверить. Автор этой музыки виртуознейшая фортепианная звезда целого 19-го столетия. Однако это факт. Отдельная история в жизни Клары это то, как ее новая семья с Робертом Шуманом смотрелась глазами ее современников. Ведь европейцы середины 19-го столетия вовсе не были ко многим подобным вещам готовы, привычны. Некоторые вещи им просто казались совершенно дикими. Это называлось эмансипированный брак на тогдашнем языке. И, например, когда Роберт Шуман, забросив все свои композиторские дела, вынужден был вставать к плачущему грудному ребенку каждую ночь, то это не потому, что его жена была так изнежена или просто так ее берег, а ее физически в этот момент не было дома. Она была в отлучке, в гастрольной поездке. Клара, выйдя замуж, совершенно не стала домашней хозяйкой в привычном добродетельном понимании этого слова, не стала на сетке, не стала печь пироги, но она отвечала за всю эту большую семью больше половины дней в году, не будучи дома. Она не сузила ни гастрольный свой репертуар, ни географию, не стала меньше играть, не стала даже меньше писать. Как она все это успевала, непонятно, но ведь успевала же. Есть еще одна история, которую принято рассказывать о Кларе Шуман и о Роберте Шумане, имея в виду, что она омрачала им обоим жизнь, хотя на самом деле кому больше омрачала, ему или ей, это еще большой вопрос. История называется «Жизнь знаменитости» под другой фамилией, ведь Клара Шуман никогда в качестве Клары Шуман в концертах не выступала. На всех афишах она писалась только Кларой Вик под девичьей фамилией, ее все знали, поскольку именно в таком качестве она вышла в 8 лет первый раз на сцену сыграть концерт Моцарта, только под девичьей фамилией. Прекрасно, давайте посмотрим на эту ситуацию глазами Роберта Шумана. Очень приятно быть мужем европейской знаменитости, но когда тебя все знают, узнают, воспринимают только как мужа европейской знаменитости, только как мужа своей жены. Это уже другая история. Даже если не брать в расчет уязвленное самолюбие, мнительность, человеку, у которого, безусловно, сто фантазий в голове по этому поводу, тут даже просто самые элементарные, очевидные, невинные вопросы могут вдруг неожиданно оказаться оскорбительными, ужасно обидными. Вот рассказывают, что в Лондоне, например, когда Клара играла при английском дворе, а может быть, кстати, та же самая версия существует и о Петербургском дворе, слово в слово. Только там, может быть, даже этот вопрос задал Шуману Николай I. К нему подошли и спросили, молодой человек, ну а вы что, вы тоже музыкальный? Музыкальный. Последним, кто задал Роберту Шуману этот глупый вопрос среди коронованных особ, был голландский король во время визита Роберта и Клары в Амстердам в феврале 1854 года. Но удивительнее всего то, что на многих из своих тогдашних гастролей Клара играла-то фортепианный концерт ля минор самого Роберта Шумана, ей подаренный и посвященный. Получать такие бесценные подарки, конечно же, приятно. И не только для Клары Шумана это было приятно, но это бесценное свидетельство того, как вообще могут складываться чисто человеческие личные отношения между двумя музыкантами такого уровня. Однако, сравнивая свою собственную музыку, написанную одновременно, например, с шумановским фортепианом трио был написан трио соль минор, которое мы уже с вами слышали. Сравнивая свою собственную музыку вот с этим концертным Олегро, Клара записывает дневник. Наверное, все-таки женщина не должна сочинять музыку. Но почему, если это правило так жестко соблюдалось столетиями, почему я должна быть из него исключением? К сожалению, никакой независимой экспертной оценки музыкального дара Клары Шуман не существует, существует только ее собственная субъективная оценка и с этим приходится примириться. После смерти мужа она практически бросает сочинять музыку. Последний из подарков Роберта Шумана Кларе это его концертная Олегра с небольшим вступлением в 134-й опус для фортепиано с оркестром. Шуман написал это очень быстро, буквально за пару дней, как в его стиле оно всегда и происходило, сюрпризом. и подарил так же. 12 сентября был день их свадьбы, а 13-го день рождения самой Клары. Но прежде чем бросить сочинять, Клара успевает написать для знаменитого, хотя еще тогда и очень молодого скрипача Йозефа Йоахима три романса, 23-й опус. Музыка очень простая, очень домашняя тоже, но в ней есть скрытая энергия и скрытый смысл, который не сразу прослушивается, не сразу открывается. В жизни автора это довольно спокойный период. Лето и 8-53-го года они с Шуманом занимают большой дом на Билькерштрассе 11 в городе Дюссельдорфе. Дети и муж, слава богу, здоровы, тревожных ноток в дневниках Клары очень мало в это время. В том же самом году, когда написаны эти три романса, в 1853-м происходит еще одно событие в Дюссельдорфском доме Шуманов. Хозяева его жили, как известно, очень уединенно, поскольку Роберт Шуман всего боялся и круг знакомых, круг близких друзей был очень узок. Но в этот круг попадает еще один человек, трогательный, наивный юноша, который пришел из Гамбурга к Шуману. Его имя Йоханнес Брамс. И это начало самой спорной истории в жизни нашей героини, а кроме того, начало длинной серии ее новых отражений в музыкальных зеркалах девятнадцатого столетия. Брамс сразу пишет вариации на тему Роберта Шумана и посвящает их Кларе Шуман, но это только эпизод. Между ними пробегает одномоментно какая-то электрическая искра, но это очень не похоже на любовь, по крайней мере, в том смысле, в каком они слагают песни, пишут книги и снимают фильмы. Никаких перспектив, никаких надежд ни с той, ни с другой стороны не видно. Но в самом деле взрослая женщина с восьмью детьми, без пяти минут вдова, сидящая постоянно на чемоданах, с ворохом европейских ангажементов концертных и двадцатилетний хрупкий юноша с почти девичьим лицом и подростковыми петухами в голосе. Но между ними на самом деле возникает с этого момента и до конца жизни некое подобие телепатической связи. Отсюда и далее, практически навсегда, Клара начинает управлять всеми важными событиями в жизни Иоханнеса Брамса, причем совершенно независимо от того, на каком расстоянии они друг от друга находятся. Клара винила себя всю жизнь за то, что Брамс так и остался холостяком. А его собственные чувства, которые не проходили десятилетиями, совершенно недвусмысленно им же самим описаны. Это состояние юноши в синем фраке и желтом жилете юноша, который застрелился, Готовского Вертера. Тень Клары Шуман мелькает еще в очень-очень многих партитурах Иоханнеса Брамса, но ее точные очертания, обстоятельства, ракурсы уже, к сожалению, восстановить невозможно. В 1887 году Иоханнес Брамс утопил в Рейне всю их переписку. Что осталось? Только музыка. Субтитры создавал DimaTorzok Когда Брамс ехал на похороны Клары во Франкфурт-на-Майне, он то ли задумался слишком глубоко, то ли поезда перекутал. В общем, он пропустил пересадку и проститься с ней на кладбище не успел. Он пришел, когда уже гроб опускали в могилу. Но Брамс простился с Кларой иначе. Она умерла 20 мая 1896 года. Примерно за две недели до этого, 7 мая, кстати, в свой последний день рождения, Иоханнес Брамс заканчивает 4 строгих напева «Fier Ernste Gesenga» на тексты священного писания. И из его письма дочери Клары Евгении известно, что это не только последнее законченное сочинение Иоханнеса Брамса вообще, но и последнее из отражений Клары в зеркалах Брамсовской музыки. Там есть такие слова. О, смерть! Как горька! Как горька ты для человека, который хочет жить, у которого много дел, устремлений, но для того, кто устал и хочет покоя, какое ты облегчение! Иоханнес Брамсовской музыки. По Кларе Шуман многие тоскуют и сегодня. С января 2002 года в Германии вышло из обращения синяя банкнота достоинством 100 марок, на которой была изображена вечно юная и прекрасная Клара. Новый век, новые цены, новые ценности. Композиторское искусство или ремесло дело довольно жесткое и даже злое. Здесь каждый за себя, здесь нет галантных кавалеров и прекрасных дам, и ценность написанного измеряется вовсе не личным обаянием сочинителя или сочинительницы, а только по гамбургскому счету смыслом самой музыки. Сколько в ней информации и чувства, опыта и живого человеческого переживания. Куртитуры Клары Шуман не горят, потому что они написаны женской рукой или потому все-таки, что их автору было что сказать. Будущее даст ответ и на этот вопрос, и на многие другие вопросы, но одно совершенно очевидно. Не будь Клары, европейская музыка была бы неизмеримо беднее и скучнее, как дневник, из которого выдрали несколько страниц на самом интересном месте. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok